Специалисты исследуют корпуса штурмовиков Ил-2, поднятых со дна Керченского пролива. В кабине одного из них обнаружены останки летчиков, погибших в 43-м во время десантной операции Красной Армии. Теперь можно восстановить картину последнего боя. Впрочем, на этом работа поисковиков не заканчивается. В годы войны там были подбиты полторы сотни таких самолетов. Репортаж Алены Евтиковой. Над морской гладью Керченского пролива парит. Правда, уже только при помощи тросов и судоходного крана штурмовик Ил-2. Поднять удалось лишь со второй попытки. Первая была в апреле. Тогда группе морских инженеров из Санкт-Петербурга удалось достать со дна только двигатель самолета. Но он уже помог понять, кто на этой крылатой машине отправился в свой последний бой. Пилот из Кировской области Иван Седов и стрелок, киевлянин Борис Фридман. 5 декабря 43-го года их Ил-2 был сбит по пути на базу с зениткой врага. Уже на корме аварийно-спасательного судна удалось оценить состояние находки. Рыболовные сети за 70 с лишним лет буквально окутали фюзеляж. И, похоже, именно это удержало тела летчиков внутри. Мы уберем сети, будем проводить эксклюзационные работы для того, чтобы найти пилота. Он внутри кабины находится сейчас. Это больше походит на спецоперацию. Подчас водолазам приходится работать в условиях минимальной видимости буквально на ощупь. Чувствуется обшивка, отламывающаяся, чувствуются твердые куски металла. По ощущениям первоначальным напоминают край крыла. Тогда, в 43-м году, здесь, в Керченском проливе, легендарный Ил-2 с воздуха прикрывали высадку десанта. Советская авиация потеряла в боях за Крым 146 штурмовиков. Еще один из них удалось обнаружить и поднять у Таманского берега. Леш, все, открылся номер 03110. Найти, а тем более подняться одна самолет в таком виде, с целым фюзеляжем, уже большая удача. Поисковикам потребовались считанные минуты, чтобы отыскать номер двигателя. Цифры хорошо сохранились здесь, на редукторе. Благодаря ним уже через полчаса по специальным базам данных удалось установить историю штурмовика и судьбу его экипажа. Самолет Ил-2 номер самолета 6753. Пилот Мышко Евгений Кириллович. Пилот получил тяжелое проникающее ранение в живот. Его эвакуировали проплывающие суда. И он умер через три дня и был захоронен в столице Стеблевская. Здесь, недалеко на Тамане. Судьбу самого стрелка мы пока не знаем. За год с одна пролива, благодаря таким экспедициям, удалось поднять четыре штурмовика времен Великой Отечественной войны. Один из самолетов, который мы подняли в 2015 году, сейчас находится в парке Патриот, около подмосковной Кубинки. Самолеты, которые мы подняли в апреле месяце этого года, сейчас проходят реставрацию в Геленджике. И один из них планируется остановить в центре города, восстановив его полный облик. Еще много тайн хранит в своих глубинах этот район Азовского моря. А значит, работы по поиску и подъему самолетов будут продолжены.